А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 14 августа. Медовый спас. Сегодня отмечали один из главных церковных праздников, который называется Медовый спас. Этот праздник был установлен в первый день Успенского поста. Мед освещали, и только теперь его разрешалось есть. Не только для тела, но сладости духовной. На Медовый спас даже нищий мед пробуют. Пасечники сегодня обязательно заламывали и порезали соты, поскольку считалось, если не сделать этого, то соседские пчелы притаскают мед к себе в улей. Сегодня проходили проводы лета. Ночи стали достаточно длинными, а утренние росы холодными. Сегодня в обязательном порядке пчеловоды приносили в церковь свежесобранный мед для освещения. Также приносили овощи и семена этого урожая, чтобы осветить их на богатый урожай в следующем году. В этот день традиционно освещали колодцы. Даже прозвали этот день мокрым спасом. Священники освещали не только колодцы, но и реки, озера, родники, после чего купались в них. В южных регионах этот день имел еще одно название – маковый спас. Было принято собирать мак и использовать его в пищу. Пекли булки и пирожки с маком. Семенами мака обсыпали дом, хлев, чтобы в них не проникла ведьма и не навела порчу ни на людей, ни на скотину. Кстати, домашних животных в этом году последний раз покупают именно в этот день на медовый спас. После медового спаса начинали распахивать поля для подготовки к новому урожаю. Продолжался сбор ягод в лесах. Приметы. Какой будет погода сегодня, такой она будет и 28 августа. Если поспели крупные ягоды малины, можно сеять рожь раньше. Если они средние или мелкие, спаси вам лучше подождать. Если сегодня идет дождь, рожь не сей. И вот тут ферменты не работают, которые находятся в мясе. Надо все это растащить под действием собственных соков. Поэтому тут поджелудочная железа напрягается. В желудок напрягается. Вот так вот и процесс пищеварения затягивается. А особенно он затягивается на больший срок, когда еще съедается жир. Жир вообще раз два тормозит. С жиром-то мясо вкуснее. А с жиром я не люблю мясо. Я не люблю. Я, например, люблю рыбу. Очень вот там семгу, форель там, да, вот я очень могу есть ее. Вот. И жирное мясо, вот свинину я не люблю совершенно. То есть просто вот не люблю ее. Почему-то брезгливо к ней отношусь, потому что как вспомнил, что свиньи едят отбросы. И как-то вот это все неприятно. Потому что щиплет же, теленок щиплет травку, и как-то вот еще можно его съесть. Вот смотрите, очень верное замечание, сделанное Прохором. Пища строится, в том числе животная пища, должна, как бы сказать, с живых продуктов. Травка вырастает. А это еще в свое время Бюрхер Беннер сказал, что существуют различные виды продуктов, которые аккумулируют в себе солнечную энергию. И вот зеленая травка, она столько раз выросла, это, он говорит, аккумулятор первого рода. Потому что он саккумулировал солнечную энергию. Только солнце дает нам энергию, больше ничто не дает. И поэтому это самая мощная энергия. Значит, когда человек ее поедает или животное, он сразу эта вся энергия поступает, значит, хорошо делается. Когда животное съедает, это уже аккумулятор второго рода получается, потому что животное там село. А когда это еще переработалось и сварилось, энергия просто становится труднодоступная. Вот я, например, беру яблоко и такой пример, знаете, показываю. Вот яблоко, можно его съесть и получить пользу, да? Что делают ученые? Ученые говорят, вот в этом яблоке содержится столько-то калорий. Ясно, понятно. Съев сырое яблоко, мы их получим. Но они все это кладут в калориметрическую печку. Нагревают, оно обугливается, калории сохраняются, уголь мы не едим. И поэтому уже подошло время тебе показать, как бы сказать, прелесть питания, здоровой кухни. И мы с тобой сейчас сделаем такой сок, который как раз, значит, вот будем говорить так вот. Почему действительно питание целебное и чем оно целебное? Оказывается, не тем, что там в мясе содержится мясо, там еще что-то, а наличием живых активных ферментов. Где их больше, они сразу же поступают в организм и начинается работа. Ну вот говорят, есть живая еда, есть мертвая еда. И как раз мы с тобой сделаем самую лучшую живую еду, это свежевыжатый сок. Вот смотри, сейчас мы с тобой как раз сделаем такое блюдо, которое нас набжает полноценной энергией. И дает нам, знаешь, только здоровье. И те микроэлементы, которые сразу же начинают действовать. Потому что все вареное надо оживить сперва. А это все сразу раз, кровотворение и прочее, прочее. Итак, мы берем с тобой яблочки, сделаем один из вкуснейших соков. Это яблочно-свекольный. Я сейчас просто попробую, какое яблочко. То, что надо яблочко. Для сока яблочно-свекольного берите яблоки сладкие или кисло-сладкие. Свекла должна быть свежая. Некоторые говорят, что свежая свекла, она там вредная, что-то там оказывает, ничего подобного. Она будет работать так, как надо. Но свеклы должно быть примерно раза в 4-5 меньше сока, нежели яблочного. Итак, в свекле содержится биологически активное железо. И железа этого мало. Но она прекрасно усваивается. И обладает великолепнейшими кровотворными свойствами. А самое интересное, почему кровотворными свойствами? Я так смотрю, не маловато нам двоим будет? Наверное, маловато, может еще. Хорошо. Оказывается, кровь создает все ткани в организме. И если кровотворение нормально, человек обновляется и постоянно омолодеет. Если этот процесс у вас... Хотя бы не стареть. Потому что если... Некоторые родители уже выглядят на 40 лет. Вот. Выпьем животворящий яблочно-свекульный сок. А, смотри. Раз ты любишь так мясо сырое, оно тебе что-то должно напоминать. Можно сказать, своеобразная кровь. Молодую кровь. Выйдем за здоровье. Потихонечку попробуем. Потихонечку. Ну что? Сладкий вкусный сок. Сладкий вкусный. Да. На редкость очень приятный. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok